Скрежет зубами имеет научное название – бруксизм. Недуг чаще всего наблюдается ночью, во время сна. Если верить статистическим данным, то проблеме подвержено порядка 2% людей на всей планете. Некоторые ученые утверждают, что бруксизм встречается куда чаще, примерно у каждого седьмого человека, причем это преимущественно дети. Главная проблема заключается в том, что контролировать процесс невозможно, ведь это происходит во время сна, поэтому зачастую повреждается эмаль зубов, а также челюстные суставы. Какие же причины ночного скрежета зубов? На сей счет существует множество всевозможных гипотез и наиболее популярные из них – это наличие паразитов в организме, а именно – глистов. Исследования доказывают, что данная теория имеет полное право на жизнь. Но при этом ученые добавляют, что основные причины возникновения скрежета связаны с совсем иными вещами. Какими же? Например, эмоциональным напряжением. Представьте, что на работе был тяжелый день, ваш босс загрузил в осуемый дел, самостоятельно справиться с которыми вы за оставшиеся несколько часов не в состоянии. Что вы можете делать? Выполнять работу и мысленно перебирать косточки шефу. Весь этот стресс может дать знать о себе ночью, когда во сне вы все еще пытаетесь доделать возложенную на вас работу и продолжаете злиться на начальника. Как правило, такие приступы случаются редко, однако если они проявляются постоянно, стоит обратиться к специалисту. Нередко с трудностью сталкиваются люди, имеющие некие аномальности и прикуса. Другая ситуация. Недавно вы были у стоматолога и поставили пломбы, которые не дают как следует сомкнуться челюстям. В таких случаях организм будет пытаться самостоятельно сомкнуть их путем притирки, которая вызывает неприятный скрежет. Очень часто причиной является не что иное, как наследственность. Вам стоит подробно расспросить своих родителей, страдали ли они от подобной аномалии в молодости и если да, то справиться с трудностью вам вряд ли удастся самостоятельно. Необходимо прибегнуть к помощи специалистов. В первую очередь при бруксизме страдают зубы. Так, истончается их эмаль, что как минимум грозит повышенной чувствительностью к горячей или холодной пище. Зубы изнашиваются, расшатываются, в некоторых случаях могут выпадать пломбы. Кроме того, могут повредиться челюстные суставы и тогда человек не сможет ни есть, ни пить, ни говорить. Не стоит также забывать, что страдают ваши родные. Так, если вы мучаетесь от бруксизма, ваши близкие просто не смогут спать рядом с вами, ведь скрежет порой настолько громкий, что проснувшись, заснуть уже не удается. В общем, хорошего мало. Методов борьбы с бруксизмом существует множество. Однако перед тем, как приступать к их изучению, необходимо выяснить, что именно является причиной возникновения скрежета. Если речь идет о паразитах, то от них нужно избавиться и проблема отпадет сама собой. А если челюстям не дают замкнуться пломбы, их необходимо сточить у стоматолога. Однако если мы говорим о наследственности, то придется прибегнуть к другим способам. В первую очередь речь идет о капе, защите для рта боксеров или хоккеистов. Она сделана из гибкого пластика и позволяет защищать зубы от различного рода травм. Однако она может не подойти вам по размерам, поэтому можно заказать индивидуальную капу у стоматолога. Более того, можно даже выбрать материал для ее создания. Несмотря на простоту, данное устройство действительно помогает защитить и сохранить зубы от ночных аномалий. Постарайтесь меньше нервничать. Понятно, что сделать это не так легко, если вас постоянно преследуют неприятности дома и на работе, однако держите себя в руках. Кроме того, полностью исключите все напитки, которые придают стимул вашему организму. Черный и зеленый чай, кофе, энергетики, алкоголь, а также постарайтесь ограничить употребление сахара. Как вариант, можно пить успокоительное средство на ночь, но только после консультации с доктором, а также принимать ванну с добавлением трав или морской соли. Говорят, этот способ действительно помогает, причем всего лишь через несколько дней после начала лечения. начните заниматься спортом. Да, не у всех есть время и средства для занятий в тренажерном зале, однако лишнее полчаса на пробежку найти может каждый. Зачем это нужно? Спорт благотворно влияет на весь организм в целом, в том числе и на нервную систему. Один из американских стоматологов утверждает, что помогает так называемый челюстной отдых. Это значит, что пациент должен сжимать челюсти только в том случае, когда он кушает. Все остальное время они должны находиться в расслабленном состоянии. Насколько действенен этот способ, я сказать затрудняюсь. А вот английские специалисты придерживаются иного мнения. Они считают, что на протяжении дня необходимо напрягать челюсти. Сделать это очень просто, нужно жевать что-нибудь твердое, например, морковку или яблоко. В целесообразности этой методики я тоже сомневаюсь, хотя могу ошибаться.